здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске американский журналист майкл бом утверждает что расширение нато никакой угрозы для россии не несет и все это пропаганда вот только нато официально считает россию своим врагом и наш дорогой майкл предлагает нам этого не бояться ты не бойся мы тебя не больно зарежь ну что спорим что это правда или не совсем наговаривайте на нашу семью грех это рубрика лучшие люди россии сообщают ударим ультиматумом по украинскому вопросу пишет на сайте радио эхо москвы независимый американский журналист майкл бом кремль в чисто в пропагандистских целях пытается перевести стрелку на нато создавая мнимый образ врага дескать не россия агрессор и провокатор а нато эти заезженные шаблоны давно известны враг у ворот родина в опасности сша нато спят и видят о том чтобы напасть на россию поработить ее граждан и захватить ее богатые ресурсы нет американской военщине и так далее все эти пропагандистские штампы популистки прием который используется кремлем издавна начиная с первых лет холодной войны и поскольку вашингтон уже в сотый раз отказался от хорошего требования кремль видимо уже по-плохому угрожает сша нато и в первую очередь украине военно-техническими ответами с одной конкретной и непримиримой целью чтобы любой ценой украина никогда не стала членом нато же умные люди почему вы считаете что мы придурки вот есть на самом деле честные люди в америке одна беда все эти честные уже до такой степени заврались что порою просто не думают что они несут и по этой причине начинают проговариваться и палиться вот и майкл бомб не стал исключением так и брякнул на чистоту надо отметить что такая гарантия уже фактически было напомню что до 2014 года украина имела внеблоковый статус и даже зафиксировала его в своей конституции этот тип замахнулся на самое святое что у нас есть на конституцию ну во-первых надо все же отдать должное украине что там записано у них в собственной же конституции для них никогда не имела особого значения 3 тур выборов незаконный распуск рады ющенко введение несуществующей в природе должности исполняющего обязанности президента это внезалежной делается регулярно и без особого стеснения а правильно чего мы все стесняемся но в случае с внеблоковым статусом все было как раз наоборот именно потому что этот статус был американцам и пришлось устраивать майдан можно вообще легко проследить историю всех цветных революций так называемых в бывших союзных республиках и мы увидим ровно одну закономерность их устраивали там где правительство были даже не то что пророссийскими хотя бы просто многовекторными как это любил говорить лукашенко сразу на двух конях седалища не хватит там где режима пытались лавировать между россией и западом играя на противоречиях приходил тот самый запад и устраивал майдан и уже новая власть никогда не бывало не пророссийской не даже внеблоковый как говорит наш дорогой майкл запад всегда приводил четко проамериканскую и радикально антироссийскую власть причем даже там где не было никакого крыма донбасса и других псевдо поводов но все равно там вдруг оказывались махровые русофобы такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему что кушать не могу так что наш дорогой майкл по причине того что забрался окончательно внезапно брякнул ключевую вещь обратив внимание на самое важное вне блоковый статус вот именно что он был на украине до майдана потому-то и пришлось американцам делать майдан и майклу лучше было бы вообще про это не вспоминать самому и не напоминать другим но что поделать и на старуху бывает проруха но сегодня граждане случилось у вас промашка ужасная друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите